Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Я сегодня совершенно не вовремя. Но я ещё вчера говорил, что у меня дела. Я переезжаю с серверами и вот пытаюсь перегрузить с одного сервера на другой. У меня не получается. Пробал обычным путём. Потом мне подсказали там в живом чате, что нужно файл ZILU использовать. Ну, в общем, сейчас я её использую. Вроде качается. Неизвестно, чем закончится. Ладно, это мои проблемы. Ну, просто я объясняю, почему я так не вовремя вылез. Теперь вот фильм я могу посоветовать, кому всё надоело. Вот. Совершенно сумасшедший фильм. Называется «Призрачный патроль». Прикиньте, кто там играет. Там играет Кевин Бэйкон, там играет Райан Рейндольс и Джефф Бриджес. Вообще офигенно. Вот. Посмотрите. Он вообще... Я не знаю, что они курили. Вот. Ну, можно и посмеяться. Ну, и, в общем, там и сюжетная линия есть. И всё так. Я говорю, он просто сумасшедший, этот фильм. Я таких что-то даже не припоминаю. С чем можно его сравнить. Отчасти с привидением можно сравнить. Ну, помните старый фильм с Патриком Суэзи? Вот. Ну, что-то в этом роде. Ладно. «Призрачный патруль» – фильм 2013 года. Теперь у меня тут какой-то комментарий есть. Ну-ка. А, ну, это Зули пишет. Это в Америке. Есть такой магазин «Таргет». И вот в «Таргете» купленную детскую одежду можно вернуть в течение года. Главное, чтобы бирки были на месте. Почему вот американцы вы часто можете встретить на улице, что они идут, и на них бирки висят. Вот. На одежде. Главное, чтобы бирки были на месте. Бывает так, что накопишь шмоток, а ребёнок не успел их надеть. «Таргет» примет вещь обратно. Не нужно даже платить за пересылку. И деньги возвращают на карточку, как только пакет регистрировал к возврату. Ребят, ну, у нас здесь совершенно другая жизнь. Ладно. Так. И новости какие. Тело стрелка из-под мытища найдено после того, как МЧС ликвидировал пожар в его доме. Там один был стрелок. Вот. И целая армия на него наступала. И Росгвардии. Кого там только нет. И, в общем, в конце концов, они его добили. 61-летний Владимир Барданов открыл стрельбу накануне днём по силовикам, которые пришли к нему с обыском. Во время штурма был ранен спецназовец. Он госпитализирован в жизни не опасности. Вот такие дела. Один он... Ну, тут вообще интересно. Один отбивался там... Не знаю, сколько их было. Человек 100, наверное. Ну, да. Дела. Путин назвал ключевую тему укрепления гражданской идентичности. Ну, дед поехал совершенно. Совершенно. Он даже не объясняет, что такое гражданская идентичность. Ну, кто-то ему подсказал, там написал. В Приморье сообщили подробности обрушения на руднике. В результате самопроизвольного взрыва всё взрывается. К чёртовой мать. Рудник королевский. Взрыв. Обрушился 14 кубов горной массы. Так. И погиб взрывник. Так. Нехорошо это. Путин поручил пресекать попытки давления во время переписи населения. Ну, помните, как Сталин переписывал население? Первые посчитали, он их расстрелял. Ну, вот Путин намекает, да. Что, если неправильно посчитаете, то и вам тоже капец. Вице-премьер Борисов прибыл в Венесуэлу. Ну, друзья, Венесуэла как раз. О чём говорить? Лучший друг. Ведущую Стриженову прооперировали после госпитализации со съёмок. А, она упала. Она сломала руку. И рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением. Сделали операцию, поставили пластинку, заодно волосы пересадили, заодно аборт сделали. Ну, в общем, так. Всю её починили. Росавиация не разрешила полёты в Турцию из 13 городов России. Меня интересовали, какие города? Воронеж и Саратов. Воронеж написан первым, Саратов последний. Воронеж, Барнавел, Оренбург, Калуга, Краснодар, бла-бла-бла. Нельзя. А вы как думали? Так, ладно. Минздрав допустил начало третьей волны коронавируса в России. В России коронавирус нечётными волнами. Была первая, вторая не было. Сейчас будет третья. Наверное, четвёртая не будет. Будет сразу семнадцатая. Ну, это я так думаю. Австрия хочет купить один миллион доз вакцины «Спутник». Да? Россия рада бы, но она столько не производит. Ребята, австрияки, вы чё? Ну, помните, Путин там танцевал на какой-то свадьбе. Ну, вот Австрия теперь «Спутник» покупает. О, Господи! Доходность десятилетних гособлигаций США достигла максимума за 14 месяцев. У-у-у! Почти 1,8% годовых. Это хороший. Это хороший доход. PayPal разрешит пользователям оплачивать покупки криптовалютой. Зря они с ней связываются. Но я PayPal не советчик, конечно. Зря, ребята, это пузырь. Ну, это я так думаю. Вы можете со мной не соглашаться. Кремк подтвердил планы Владимира Путина провести видеоконференцию с Меркель и Макроном. Ну, будет Макрель с Макаронами. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Путин призвал не допускать перевода детей из школ из-за мигрантов. Много мигрантов. Даже в Москве много мигрантов. И тут скандалы. Бла-бла-бла. Но Путин пытается что-то приказать. Ага. Приказыватель. Ведущий Первого канала решил засудить Моргенштерна. Это кто такой? Руслан Асташко подал заявление в прокуратуру на рэпера Моргенштерна. Да он купит у тебя и весь Первый канал. У него деньги есть. Первый в мире лимузин самолет. Лер-мо-зин. Так он называется. Лер-мо-зин. Снова выставят на аукцион. Притяните самолет, лимузин. Ну такой шикарный. Там пилот летит. А у него так бар открывается. Музычка играет. Водочка. Ну короче он налетается. Возраст почти 60% легковых автомобилей в России превышает отметку в 10 лет. У-у-у-у, ребята. Как же вы там едете? Ездите на старичках-то? Ну ладно. Советник министра обороны России рассказал, как победить США в ментальной войне. Но ментов надо побольше снарядить, чтобы воевали. Вы поняли, да? Захарова. Планы Австрии закупить спутник В разрушают миф о необходимости изолировать эльфы. Может, все эльфы не надо изолировать. А вот насчет Маши Захаровой у меня сомнения. Ей нужна рубашка, вот та, которая сзади завязывается рукава. Ну помните, у Шурик такая была, да? В России предсказали вымирание бюджетного отпуска. У людей денег не хватает бюджетно ездить отдыхать. И поэтому закрываются гостиницы на побережьях. Вот. А те, которые остаются, они завинчивают цены, взвинчивают цены. И всё. Да, большинство гостиной закроются, оставшиеся начнут дорожать. Ещё и возрастают цены на авиаперевозки. Всё хорошо, ребята. Всё хорошо, прекрасная маркиза. Интересная статья, почему высокие люди живут дольше остальных. Ну вопрос поставлен, но они на него не ответили. Ну по статистике, вот все долгожители, 100-летние там и так далее, они все-все были высокие и худенькие. Так что если вы... Почему-то вот про женщину в основном. Если вы высокая и худенькая я, то вы долго-долго будете жить, все надоедите. Понятно, да? Так, Единая Россия использовала 7-летнего сына Бориса Немцова в ролике о своей акции. Бу подлецы какие, а? А, обнаружил Ходорковский, да. А сына использует Единая Россия. Нормалёк, чё? В Татарстане пенсионер, у которого месяц назад умерла жена, взорвал дом, погибли два человека, обрушилось семь квартир. Причём жильцы днём звонили, что он напился, пьяный, начал орать, что он взорвёт весь дом. Менты их послали подальше, а он взял и взорвал. Ничего себе! Ужас, ужас! Верховная Рада возложила ответственность за конфликт в Донбассе на Россию. Ну, они по пятницам каждый раз возлагают ответственность. Ну, как будто это и так не ясно. Конечно, на Донбассе воюет Россия. Россияне регулярной войны. Войска действующие. Чё тут непонятного? Правильно, Верховная Рада. В ЦАР, это Центральная Африканская Республика, заявили о прибытии конвоя российских наёмников. 42 единицы военно-гражданской техники. А сколько их там всего? Единиц неизвестно. 10 танков, 20 грузовиков, 12 пикапов. Боже ж ты мой! Бронеавтомобили Урал, УАЗ Патриот, УАЗ Пикап. Ну, это генералы будут ездить, наверное, на УАЗе как-то. О, вот, кстати, интересно. Это всё лента Ру, я шурую. Женщина назвала плюсы кошачьего помёта для молодости лица. Жительница американского штата Джорджа рассказала о своих нестандартных косметических процедурах для молодости лица. Она ненавидит тратить деньги на средства по ухожу за кожей волосами. В связи с этим женщина использует то, что имеется у неё на ферме. Так, например, кошачий помёт и бальзам для заживления трещин на коровьем вымене она применяет в качестве масок и кремов для лица. А шампунем для лошадины и гривы американка моет свои волосы. Ха-ха-ха! Коровий бальзам использует в качестве губной помады или крема для ног. Где губная помада, где крем для ног? Ой, я, говорит, столько экономлю, хорошо. Ну, попробуйте, кошачий. Черныша надо поймать. Да, Владимир? Ну, вот, помёт использовать. В Сочи сносят два девятиэтажных дома. А, они, оказывается, были самовольно построены. Два девятиэтажных дома, прикиньте. Так, девочка упала с шестнадцатого этажа на автомобиль и не выжила. Нашли полицементную записку. Каждый божий день кто-то падает. Ай-яй-яй. Жалко девчонкам. На опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего рабочего. Опрокинулось судно на площадке судостроительного завода. Огромное судно, между прочим. Ну, и, конечно, придавило в хвостовой части. Т-т-т. О-о-о! Мрак, да? Судно опрокинулось. Вот строили, строили. Оно взяло и опрокинулось. Офигеть! Офигеть! Дополнительный заряд. Путину рассказали о неожиданном побочном эффекте спутника. Это белорусы России просили донести Путину искреннюю благодарность за русскую вакцину. Они от этой вакцины получили дополнительный заряд российского патриотизма и любовь к родине. Это, если что, Царьград такое пишет. Чуть не отравили детей в школах и садах Новосибирска. Прокуратура остановила. Чуть не... Ну, чуть-чуть не доотравили. 14 работников, непосредственно допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. Это они там проверочку проводили. Вместе с прокуратурами и несоблюдение правил хранения продуктов. Бла-бла-бла. В общем, всё. Всё это ставит под угрозу здоровья и жизни обучающихся. Ох, опять. Вторая статья. Почему американцы и европейцы гречку не едят? Якобы потому, что американцы и европейцы гречкой кормят лошадей. Да. Интересно, а овсянкой тоже лошадей кормят овсом, а английская королева кушает овёс. Ну, в общем, не знаю, что они с этой гречкой замутили. Уже вот как прям подряд-подряд статьи. Ладно, фиг с ними. Вот у меня тут твиттер есть. В Москве полиция разместила вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях. Зарплата от 55 до 65 тысяч рублей в месяц. Теперь ты знаешь, сколько стоит твоя жизнь. Прикиньте, да? О, господи! Снайпер. Юлия Галямина мэрии Москвы создаёт специальную организацию для внедрения инноваций в здравоохранение. Ещё один распил проект, платить за который будем мы. Тут можно даже не гадать. Деньги будут украдены. Никаких инноваций никто, конечно же, не увидит. Вот прям сразу, вот так, да. Сразу, сразу инновация. Опа! Шаг за шагом к пирамиде. Долги российских регионов достигли максимума за 10 лет. Ну, конечно, денег-то нету. Денег нету. Кремлёвские водители подают иски к руководству. Они жалуются на переработки, хамство начальства и оплату штрафов из своего кармана. Прикиньте, кремлёвские водители. И комментарии. Неужто даже у корыта тесно? Боже мой, боже мой. С трудом верится, что Кремль экономит на запасных частях. А мне верится. Наша Канада. Опа! Ребята, президент Литвы назвал Путина убийцей. Он маленько засомневался, а потом говорит, да, он убийца. Убийца. Президент Литвы. Да, по всему миру началось. Так, в мытищах путинская гвардия безуспешно продолжает попытки обезвредить местного стрелка. Ну, я вам говорил в самом начале, да, и вчера говорил. Дом горит после обстрела по нему из гранатомёта ГМ-94 термобарическими гранатами. Пенсионер не сдаётся. И это всего лишь один человек, в руках которого не плакаты шарики ёлшик или фонарик. Один. Один. Там я не знаю сколько этих было всяких. Ох, ёлы-палы. Вот это да. Фух. А, ну и вот ещё раз про этого деда. Риа, при штурме дома в Матищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы. Если Росгвардии удастся победить этого 61-летнего человека, Путин проведёт парад и устроит салют. О, Господи. И тут комментарий. Какое позорище. Я не знаю кто этот человек, стрелок, хороший или плохой, что натворил, но то, что он так противостоит против полчища силовиков, меня поражает. Да, ребята, гранатомёт, там что только нету. Всё. У меня на данный час всё и я возвращаюсь к своим баранам. Мне нужно в конце концов сайт моей перетащить. последний день. Пока-пока. С вами доктор Влад.